Секта Приветствую еще раз всех вас! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить очень скользкую, очень острую тему. Она касается сектанства. Для меня однозначно, секта, именно секта, можно по-разному ее толковать, но самая общая и самая приближенная к ней секта – это деструктивная форма организации жизни, основанная на том или ином, вот сейчас внимательно, отклонении или отрицании, или полном отрицании тех или иных духовных догм, традиций, правил, учений и так далее. То есть, конечно же, чтобы понять вот это явление и так далее, и чтобы какие-то действительно мысли здравые пришли, и нужно самому в секту попасть, а потом из нее выйти и постараться выжить. Но я, слава Богу, в секту не попадал ни разу за свою жизнь, в секте не был. Но знаю людей, которые проходили через это. И у меня сформировался… Я, естественно, думал, почему люди же попадают, уходят, почему потом они подпадают очень сильно под это влияние. Я выделил вот такие три особенности. Во-первых, те люди, которые организуют секты, ну, те же христианские, они пользуются такой вещью, как отрицание религиозного опыта. Пусть они его не полностью отрицают, но они так или иначе его отрицают. Порой это заканчивается все негилистическим подходом, то есть я отрицаю все, что было накоплено. Вот яркий пример – это из развития западной христианской мысли, а именно католичества. Когда Мартин Лютер пришел, можно много говорить, каким он там интеллигентный, может, он действительно был интеллигентный, может, он действительно что-то правильно проповедовал, у него были здравые воззрения на католичество. Но почему потом протестантизм объявили, собственно говоря, сектой католичества? Не только потому, что они просто-напросто оттяпывали внимание и влияние религиозное у населения, а потому что Мартин Лютер как раз начал отрицать. С чего он начал? Начал с отрицания. Да, может, действительно, обрядовать в церкви не нужно, может, действительно, там, как по Мартину Лютеру, должно в христианстве оставаться там три тайны. Рождение, правильно, вот все, что связано с рождением, потом с чем-то мы считаем. Крещение. И крещение, да. И особенно ярко видна вина эта логика, когда начинаешь сравнивать его с другим отступником, кальвином, кальвинистами. Если Мартин Лютер, спасибо ему, что он оставил хотя бы музыку, ну, хотя бы музыку не начал духовную отрицать, и он эту традицию сохранил. Кальвин поступил, вот, был не геористический подход, он отринул вообще все, даже музыку. И вот здесь это не то, что плохо, хорошо. Это, по моему мнению, очень опасно. Никто не отменял, конечно, духовный поиск. И человек, когда верует, он должен верить, развиваться. И, конечно, церковь должна периодически реформироваться. Вот. Но можно с этим заиграться очень сильно. И как раз одна из таких дорожек, которая ведет все эти, это вот заигрывание с вот этим отрицанием. То есть человек от анализа потом переходит к отрицанию, и уже начинает отрицать религиозный опыт, а потом уже начинает отрицать себя, себя выкидывать из этой системы. Вторая вещь, по моему мнению, это все, что связано с избранностью. Она очень сильно связана с религиями нормальными, традиционными. Понятное дело, что, ну, это и здесь. И другое дело, что нормальные священнослужители, те же христиане, на этом не делают упор. Но все равно это так или иначе прослеживается. Люди верующие отличаются от людей неверующих. Люди верующие – это действительно люди, получившие, да пусть даже, не важно, пусть даже новоязычники, люди, получившие особое духовное знание. Соответственно, какая-то у них там, ну, мизерная, ну, это действительно очень сильно давится церковь, какая-то избранная избранность есть, и они эту избранность держат. Другое дело, что как раз традиционные религии, в том числе христианство, учат с этой избранностью не играться, с этой мыслью, ее не раздувать. А вот как раз вторая дорожка, чем отличается сектанский подход, вот, и организаторы сект. А нужно, кстати, вспомнить, что сегодня организаторы сект – это люди, не имеющие никакого отношения к духовной какой-то сфере. Тут не надо морализаторствовать, зрители знают. Это именно мошенники, ну, это организованная преступность, это мошенники высокого класса. Они к духовности никакого отношения не имеют, но они играют на вот этих человеческих страстях. И вот одна, более опасная даже, чем отрицание опыта и прочее, это избранность. То есть люди специально раздуваются, как только эта избранность, эта мысль начинает раздуваться, уже начинает попахивать сектой. А потом приходит сверхизбранность, так называемая. То есть когда люди уже говорят, что нет, мы умнее, я, допустим, православный, но я умнее всех остальных православных. Мне, я знаю лучше, что говорил Иисус и так далее. И тогда как раз они откалываются от, собственно говоря, традиционных доверываний, замыкаются, и вот получается секта. То есть второй путь – это избранность сверху. Ну и вообще, я недавно наткнулся на очень хорошие слова. Значит, писалось секта. Что такое секта? Секта – это осколок великой идеи. Вот это мне не то, что мне понравилось, потому что красивые слова, но что очень, мне кажется, здраво. Осколок великой идеи. Невеликая идея как раз, не то, что шло от пророков. Вот, нецельная идея. Во, вспомнил, все, третий, я даю слово, а то я обнаглел. Третий – это отсутствие целостности. То есть вот третье следствие, которое вытекает, это отсутствие целостности. Любое религиозное мировоззрение должно быть целостным. Оно должно принимать весь опыт, оно должно держать избранность вот эту, но не должна эта избранность замещать все остальное. И вот секты отличаются как раз, когда вот секта вот по этим начинает, у нее эти мотивы играть, рушится целостность. То есть у людей, которые попадают в секту, у них рушится целостное религиозное мировоззрение. Даже если им кажется, что это не так. Ну, баптистам, допустим, кажется, что это не так. Им кажется, что они вот, они самые верные и праведные христиане. Они тебя в Библии задолбят, вот, в случае чего. Но баптистское нецелостное мировоззрение религиозное. То есть отсутствие целостности. И секта начинает ухватываться какие-то отдельные духовные элементы. Допустим, обрядовость плохо, все, зацепились, фанатично понеслись, отрицаем все. Ну, Лютер там, оставляем музыку, Кальвин, отрицаем все. Там справедливость в исламе, да, ухватились за этот мотив, его взвинтили, и все, и опять понеслась. Значит, всех тех, которые там несправедливы и так далее, по нашему мнению, всем голову рубить. И так далее. То есть люди ухватываются за какие-то отдельные мотивы, взвинчивают их, и дальше уже... Доводят до абсурда. Да, доводят до абсурда и начинают их эксплуатировать. И здесь уже нет целостности. Здесь уже вот эта сверхизбранность, избранность абсурдная мысль. И здесь отрицание вот этого предыдущего накопленного религиозного опыта. Все, это вводное слово было. Бомбите меня. Я передаю... Прекрасно, мне кажется. Вот Илья, я Илье очень передашел, он писал, и что-то... Я конспектировал тоже, в смысле, все эти три пункта, которые я записал. По каждому у меня, в принципе, есть возражение. Потому что, вот ты говоришь, первый пункт – отказ от религиозного опыта. Как раз мне представляется, что люди в секты уходят, потому что они в своей обыденной жизни, даже находясь в церкви, ощущают отсутствие религиозного опыта. И поэтому они, как бы, перед лицом своей смерти, перед лицом своей конечности... То есть человек чувствует, что он живет, что ему там 20, 30, 40, 50 лет, неважно, да? Он чувствует, что он умрет, а к Богу он не прикоснулся, к примеру. То есть находясь в таком экзистенциальном, так сказать, раздрае, то есть он понимает, что время уходит, да? Смысла? Он к нему не прикоснулся, он пытался, но что-то не так. И вдруг он видит, ну, какой-то вариант, да? И самый отчаянный, то есть, ну, я так себе представляю человека, который в омут с головой бросился, да, в какую-то секту. Это либо очень глупый человек, да, но там не все глупые, либо просто человек, который действительно отчаялся. То есть это в определенные моменты жизни... Который ищет. Ищет. В определенные моменты жизни у любого человека происходят там дистанциальные такие кризисы, да? Если в этот момент, в момент этого слома, перехода там из одного возраста в другой, там из одного социального статуса в другой, да? Ну, куча разных вариантов. Я понимаю. И человек чувствует, что вообще-то в обыденной жизни, даже ходя в церковь, к примеру, будучи воцерковленным, или не ходя, что он все упускает, что время уходит. И человек бросается как ломут с головой в церковь. Грамотный возражение, да. И поэтому это не отказ от религиозного опыта, это наоборот попытка. Другое дело, что они там получат. Вот именно. Какой ответ? Разве секта им даст ответ? Помните Максо выбором выражения, да? Секта есть и выше аттестация духовности. Секта? Да. Дальше. Это даже в противовес. Владимир Дарьевич, секта-братство, запитая. То есть мы говорим многообразие форм социальной жизни, да, как естественная потребность людей, вот о том, что ты говоришь, так и искусственная. О том, что, допустим, мы говорили о насаждении сект, которые привносятся сейчас на территорию. Да. Нет, там любые секты, важно, чтобы они управлялись, у них источник управления был. Но они деструктивны по отношению к определенной системе, к России. Сейчас боюсь сказать, что у них сейчас Виталия, вот, нет, он говорил, сколько же он тогда поднял, 90 сект на Камчатку было брошено, 90 проповедников разных сект. И полностью, была задача была, захватить полностью эту экономику Камчатки. Вот как так, опять же, из души как-то нет денег? Нет, секундочку, все просто. Люди живут, питаясь материальным продуктом, одеваются, и никогда не надо забывать, что братство продали, да? Это люди, которые воспроизводили себя, они работали, у них была собственная экономика. Они не брали деньги из рубежа, да? Они, ну, многие из них, так сказать, были ограничены, в том числе, и даже, как вот, те, которые бежали в Сибирь, у них были достаточно большие ограничения на внешнюю реализацию. Вот сейчас, считая семейщины, Роман, это вот семейские, это как раз Екатерина ссылалась семьями в Завдал. Первый, уничтожила ветку. Я учился тогда, вот, на факультете, я не сильно там разбирался в математике, я закончил Мехмат Томский, а потом закончил Ленинградскую психологию, закончил, вот так, за словом просто. Хотя я хотел быть химиком, был такой момент. Ну, вот там девочка была с фамилией Ветка. Вот у меня это запаловала фамилия, а потом я начал воспроизводить. Очень интересное поведение, ну, видно, что человек аскетичный, да? Она вообще, как бы, не сильно с кем-то общалась, и мне было непонятно тогда, ну, как, связь всегда есть, чего-то с чем-то. Потом я постепенно стал выяснять, в общем-то, немало староверов, заканчивали Томский университет, кстати. Ну, и наши на Сибирске тоже заканчивали. Они, в общем-то, стремятся к образованию. В Ленинградской заканчивали магией, стали докторами, надо делать другую. Что есть два направления. Одно искусственное. Люди действительно не получают религиозный опыт, как ты говоришь. И здесь проблем много. Это Борис, докладчик. Нет, ты когда сказал, что нет религиозного опыта внутри, твоя поправка к нему. Нет, нет. Ну, что ты такая? Моя поправка в том, что люди уходят в поиск. Да, они ищут в поиск. Другое дело, что это возвращаясь к сектантству, о том, что, в принципе, секта – это не отказ от религиозного опыта, это определенная форма, наоборот. Утверждение в тебе, да. Поиска. А дальше второй вопрос. Поскольку секта – это все-таки малое количество людей, и одна из проблем в таких сектах – это дефицит высвоборежных, интеллектуальных людей для развития вот этих культурных, интеллектуальных. Это упрощение. Да, секта маленькая, экономики нет. Вот здесь интересный момент, что наличие многих сект – это усложнение системы, а каждая конкретная секта – это предельное упрощение. Это интересно? Да, да. Вот так оно получается. Сектова сама себя выхолачивает – это да. Получается, что секты выхолачивают еще лучше, получается? Нет, я о чем говорю, что чем она меньше, но, с другой стороны, когда уже выбрать, да, это высшее духовное учение. Когда собирается группа людей, создают свою группу закрытую. Ну, например, вот дед Дарвина, они собрали свою группу в Англии, да. Закрытую группу называется полнолуния. Собрались полнолуния люди, которые занимаются навыками. Вот доклад хороший позвучал в доме ученых в свое время, по дарвинизму. И вот откуда все работы Дарвина и все остальное. Ничего, собственно, Дарвин вообще не было. Это был поиск вот его дедов, его дедов и его друзей, которые создавали совершенно, так сказать, было большое многообразие из того, что было сделано. Да, это закрытая секта образованных людей, группа. И тут мы ходим к другим уже группам. То есть понятно, что возникает масонство, как избранные, о чем ты говоришь, да. Мы избранные лучше понимаем, мы лучше образованы, а это народ... Но секты бывают не только религиозные, скажем так. Нет, но масонские, она тоже... Нет, все масонские секты, знаете, сделаны... И политические. И политические секты, конечно. Ну, любое масонство, пожалуйста, времена Пушкина, его дядя, его отец, они все принадлежат в масонство. Мы еще просто, если... Ну, а... Мы рассматриваем опыт еще... Почему? А там где-то религиозные... Нет, говорят, о чем у нас тоже что-то мало. Осталось там название, очень много там названий, они все христианские. Шел религиозно, вот то масонство, которое входило в Пушкина, вот его там дядька, отец и все остальное, это были масонские, христианские группы. Они нанимались поиском. Поиском, духовным поиском. А как они куда переросли, кого уничтожили, кто перерос, куда, тоже, да, второй вопрос, перенесение. То есть, когда отрицание возникает, момент, и какие группы, какие группы уничтожили, закрыли, какие-то дали, переросили. Что-то люди молчат. Это некая переходная форма, да, которая может либо привнести новый религиозный опыт в эту, в общую группу. Она откалывается, потом может этот опыт привнести. Либо она перерождается. Вот давайте я вспомню, вот интересный вопрос. У нас же по христианству, да, на есть не забыли, Христос со своими апостолами был сектой вначале. Это же тоже секта, понимаете, поиском опыта и секта. Это было с точки жесткого определения, да, с точки жесткого определения, это получается секта. Со стороны идуаризма, да. И со стороны римлянии, они же были язычниками. Нет, римляне здесь ни при чем, это иудейская секта. По поводу христианства, у меня разные точки зрения есть. Есть такие предположения, что они пришли, что он пришел из Ессеев, учился, да? Там есть, есть одно предположение. Есть, есть, что он даже в Индии был. Там, и секта терапевтов. В Индии он потом все тут. С точки зрения вот этого ветхозаветного иударизма. Нет, у меня Христос, как посвященный человек, посвящен, как он посвящен, я немножко по-другому подходит. Мне другой подход, не как посвященный, как вот Рейхам есть такой подход, а не посвященный, да, там. А у меня другой немножко подход, как люди прижили стресс и раскрытие некое сознание, да, вот. Я июня говорил, что буддизм возникает на конфликте. Личность, которой запретили видеть смерть, болезнь, старость и отшельничество, окружили его исключительно красивыми людьми, молодыми. И потом он, как вот, четыре вот эти вот, ну, он переживает четыре стресса, которые, из него появляется, ну, скажем, другое направление. У христианства тоже интересная вещь, только стресс пережила его мать. Там другая модель. Почему у иудеев впоследствии, они переносят передачу, как бы сказать, власти, условно говоря, через мать, а не через отца, сейчас он принят. Потому что иудеев, значит, Мария, три года ее забирает в храм, а по тем временам она может находиться ровно столько, сколько платят за нее родственники. Вот пока ее родители были живы и платили за нее, она там содержалась. Ее не потому, что там время пришло и должны были отдать, а деньги кончились, моментально, да. Ее выдают замуж. И она из того храма, который не описывают, а эксклюзивный был храм, обратите внимание, девочку, судя по тому, заводят в алтарь. То есть она попадает в некий храм. Действительно, скорее всего, это был иудейский храм, да, но достаточно отщепенческий, по каким-то правилам. Раз женщину вводят в алтарь, что запрещено иудаизмом. То есть мы не знаем о том направлении, но это была церковь, да, был храм, действительно, где она получала образование. И где ее наставляли каким-то представлением. Какие мы тоже не знаем, иудаизм все стер. И память об этом храме стер. Потому что она, я как-то скажу, и вот она принесена с некоторыми, там где было пророческое направление иудаизма, да, а потом пошло вот это вот книжно-фарисейское направление. То же самое, что сейчас мы смотрим в мусульманстве, да, есть вот люди, наделенные определенными качествами, это пророческое направление. И второе, есть люди, которые занимаются вот и толкованием. Та же самая модель. Ничего нового нет пока, к сожалению. Может и не будет. Она, вероятно, попадает в храм, где есть пророческое толкование. Суть по тому, что дальше с той линии, это остатки того направления, разгромленного, кстати. Иудаизм его уничтожил полностью. Почему не потерять связь с Богом? Потому что они уничтожили полностью то направление, которое в исламе существует в той или иной форме. Пророческое? Да. Мало бы даже что-то мы не говорили. Да, иудаизм полностью его уничтожает. Они стирают пророков, они мешают жизни, они непредсказуемы. Своими, ну, как действительно, есть плановое хозяйство, а есть какая-то совершенно непонятная вещь. Осталась сухая литература. Спанданно. Да, и последние, последние... Они оставили единственного пророка, только будущего. Ну, нет, получилось, что... Каждый появляющийся является ложным. Я думаю, вполне понятно, кого они искали, когда младенцев перебивали, потому что все было понятно. Весь пророчество, оно должно сбыться, да, условно говоря. Ну, и потом стресс, который нам приносится в мир, подготовленный в этом направлении, приносится в мир. В этом миру что у нас? Ростовщичество тогда процветает. Ну, и все грехи, которые только можно... Ну, ладно. Короче говоря, мы вернулись к сектам, да. Вот, я говорю, секты подали. Человек сказал, это братство. И там дальше есть, там, и прочее, прочее. Там несколько таких вещей. Это, причем, в определении сект большинство, как я понимаю, они несут вообще отрицательного характера. Бери в Википедию, читай, там куча определений. И только часть... Не несут отрицательного характера, да. Потому что, ну, значит, само определение слова нетрицательного характера. Это у нас сегодня, в связи с политизацией определенных отношений, в связи с тем, что стало много направлений, которые занимаются разрушением... Ну, и деструкцией. То есть надо, когда мы говорим, надо использовать полное определение. То есть деструктивная секта, когда не понятно. Да, что Евгений сказал то же самое, что когда к мусульманству мы относимся, что мы отрицаем, что там все плохо. Потому что они вот такие. Так вот, слово секта, сам по себе, оно не плохо, не хорошо. Это просто определенная структура чего-то. А чем она занимается, это второе уже... Еще, знаете, можно добавить. Если бы вдруг, вот, в Новосибирск на осле въехал бы Святой Дух, и собрал возле себя там 12 человек первых, мы бы это тоже, как сказали? Как сказали? Ну, Святой Дух наследом не ехал бы, конечно. Ну, допустим, да. Все-таки Дух Святой, это все-таки нечто другое, да? Не путешествующее наследство. Имеется в виду, что если бы пришел Иисус в Новосибирск, то его... Его просто не узнали. Скорее всего, куда-нибудь не узнали. Да, как секту, и что же? Это естественное... Секта, которая выродилась цельное религиозное мировоззрение. Там, мировая, вот это интересно. Вы правы, что есть секты, а есть не секты. Ну, выродилась действительно. А почему она сектой-то не осталась тогда? Потому что... Ну, вот смотрите. А у Космоса... Вот какие. Но другое дело, что кто присвоил себе право определить, что я знаю, что слышу, а что не знаю, значит, что это второе вопрос. Подождите, вот... Вот это самое сложное. Здесь эксперта нет. А раз эксперта нет, то всегда будет спор. Да, эксперта, это нужно самому в секту пойти. Вот и будет эксперта. Совсем не обязательно для этого в секту. А вот что вы говорили? Почему вот не сектой-то не закончилось христианство? Потому что, вы говорите, оно не откололось и... Ну, получается, что... Нет, оно откололось. А вот тоже, откололось или нет? Или это было вообще... То есть, они исключительно основывались на пророчествах. Видимо, нет. Тогда бы казнили бы Иисуса, распяли бы, переубивали апостолов. Мне больше интересен другой вопрос. Вот сегодня храмы... Возьмем православный цар. Православный храмы возьмем. Мне интересует всегда... И фанатично. Первое. Война между храмами православными. То есть, сегодня христианство, в связи с большой унификацией, и отсутствием религиозного опыта многих людей, и отсутствием общения, и малого количества храмов, опять же, да? У нас, я просто знаю, что хорошо эта тема посвящена почти по всему, но у нас идет война за православие. Внутри православия. В толковании православия. Между тем и тем. Православие, да, сейчас его удерживают, оно готово расколоться, опять же, на куски. Но его удерживают в целостное количество. Почему? Какие там группы? Там очень группы. Я скажу хотя бы так. Вот была группа, созданная в Петербурге, метрополитом Ладожским, да, называется? Иваном Ладожским. Это когда? Это группа, это 90-е, когда Собчак еще был. Это как раз возрождение русской традиции, понимание, вот, так сказать, влияния. Историческое. Историческое. Помню доктора наукой? Да. Историческое. То есть, я точно не помню. Вот, эту традицию. Нет, достаточно. Значит, дальше пошло еще одно там. Ну, несколько таких направлений, одни связаны с религиозной догматикой, а другое вот с внутренним устройством. Все-таки мы, как бы, русская страна, да, имеем свою историю, и одно из направлений, внутренних причем, направлений. Это, вообще говоря, вот, соотношение истории, значит, ветхой, да, в богослужениях, новой, да, и истории своих святых. Вот это соотношение делит священников на три группы. Одни прозападные либералы, и они готовы были внести снова вот поповство, сделать и белый пескопат. Вот был раскол, у нас же церковники были. Это ж ничего не умерло перед революцией. У нас был патриархата не было, был сенот, потом патриархат ввели, значит, стала борьба перед батюшек, которые считают себя более образованными, за то, чтобы ввести белый пескопат. Одним из лидеров был отец Борис Верхнезон, кстати, в свое время. Пивовар, да. Он тоже был одним из сектантов в свое время, они должны, он должен был сидеть в 25-30-30-м тюрьме с Игнатием Техничным Лапкиным. Это царообрялись, кстати, они вместе подружились, потому что два человека в удачу с сильным интеллектом. Ну вот отец Борис принес, так сказать, на жертву алтарю КГБ, а Лапкин нет. Лапкин он подсоединен в 25 лет, но отец Борис сказал, я вот покаялся, я буду как-то... Так это внешние же вещи. Тема белого пескопата, это в чем? Нет, это серьезная вещь. То есть самостоятельное рукоположение? Епископ это монарх. Епископ имеет жену. Епископ это монарх. Он должен как-то святить. Для него невеста это церковь Христова. Определение. То есть он заботится о всех. Католичество полное целибат, а православное... Здесь, в православии, единства здесь пока нет. Пока вот хорошо какие-то формулы нашли, пока единение, понимая, что можно вообще мир потерять сегодняшний, да, сверхмосковный. Мы сверху. Все иудеи поголовно говорят, Илья. Вот поголовно вообще все. Если он иудей, то он... Да, они поголовно считают, что ты избранный. В этом и есть отрицание пророчества. Там нет пророка, там все избранные, понимаешь? И нам не надо пророков. Мы все избранные. Так получается... Ислам. Абсолютно такая... В исламе есть такое понятие, такфиризм. Вот я, кстати, почему-то этот момент упустил. Такфиристы — это те, кто выносит обвинение своим же единоверцам в недостаточном понимании Бога. Понимаете? Вот первые такфиристы были хариджиты, которые убили Али. Они ему предъявили, ты недостаточно веришь в Аллаха, и убили его, понимаешь? И вот эти вот такфиристы — это как раз направление салафизма. Вот салафисты — они такфиристы, они всех вокруг себя уничтожают. Для них другой мусульманин, он не мусульманин, он еретик, он сектант, он то, что они вокруг себя отрицают. И по сути, они себя и делают сектой. Они отрицают вокруг себя всё. Даже своих единоверцев, понимаете? Даже если они просто чуть-чуть с каким-то суфийским уклоном, их уже признают еретиками, они подлежат уничтожению. Это уже вот внутреннее, как говорится, разграничение. Один из примеров сект. Нет, а теперь я хочу по поводу избранности сделать, которая не прозвучала здесь. Она такая. У нас вся матрица избранности прозвучалась об этом тезисе. Первое. В католичестве кто избранный? Крестик Бог, Папа. Ну, Папа, но мы им пользовались. На месте Бога на земле. Единственный избранный. Всё. Это высший, единственный человек. Это было чисто политическое. Да, но избранного оставили, но только вреди одного лица. Хорошо, дальше. Дальше. Теперь берём... Секундочку. Общий клир. Теперь берём... Они не избранные. Они избираемые. Главное, что Папа, Илья. Нет, ну это понятно. Чем отличается патриархат христианской правосой церкви? Избранных нет. Вот о чём, видимо, и говорить я сейчас дал. Борис Борис... Избран символ веры. Патриарх? Это семьи собора. Символом веры одни понимают, другие не понимают. Как бы сказать, вообще, спроси христианина, он вообще только получил... Давайте дай... Сейчас хочу сказать не об этом. Это избранным, этот текст, он не может быть избранным. Понимаешь, это... И мы говорим о людях. Настерально на семье собора. Нет, не в выборах. Я там немножко другое хочу сказать. Патриарх у нас, как отношения, когда я спорю с католиками, ребята, вот у нас сказал патриарх, так я говорю, а я сказал по-другому. Вот понимаешь, он для меня не догмат. Для меня догмат как раз вера, чем Шужейнского. Символом веры, допустим. То есть есть какие-то догматические вещи. Вот для меня он. У нас другая немножко форма. Почему? Потому что любые избранности приводили к конфликтам. И мы через проходили. Допустим, учениками... А там везде крыша едет, получается. Сектант, когда крыша едет. Сепийском верликийским, который побил... Условия обязательства, что крыша поехала. Ария, да? Иначе они... Ну, если бывает, что у Арии было два ученика. Величайших ученика. И в этой школе духовной он оставил после себя двух величайших учеников, которые до сих пор коммунизированы в цирк, как святы. А правильно молчат. Я вот плохо закончил, там и умер, так и прочее. Там такая сложная... Есть люди, которые определяют... Есть некая... Да, это оставили как таинство. Таинство рукоположения. Почему это будет епископа? Это не будет. Значит, не могу сказать по-мениму, чтобы сказать, что все епископы видят ауру до единого. Все обладают сверхэкстрасенсорными способностями. До единого. И отбор идет до сарси. Русское православное. И попасть туда по-другому невозможно без экстрасенсорных способностей. Поэтому рукоположение считается главным таинством. Что мы знаем, кого рукополагаем. Но, ребята, вы сюда не лезьте. Вот вы не избираете епископа. У нас нет избранного. Это есть традиция. Выдивная жизнь, когда вокруг тебя миллионы людей, которые такие же избранные, как и ты, это теряется ощущение. Ну, если избранные, а если секта маленькая, и она точно так же говорит, что мы избранные, то это начинает представлять какую-то социальную проблему. А вообще-то избранность, она есть. Мне просто это качество. Людям очень нравится. Иногда они считают себя лучше, чем другие. И этот момент заставляет их группироваться. Я говорю, что это процессы абсолютно одинаковые. Что в маленькой секте, что в огромном государстве. То есть, когда государство идет на нехристей войной, к примеру, неважно, или православное государство изгоняет, бьет турков где-то, из Болгарии их выгоняют. Либо там крестоносцы идут на Ближний Восток. Процессы одни и те же. Люди ощущают себя избранными. Понимаешь? То есть, мне вот этот тезис, что секта отличается с обостренным ощущением избранности, он такой спорный. Ну, это понятно. Скажем так, что избранность может в секты нести. Пять минут мне дать. Скажи, нужно ли, подумайте, нужно ли уголовно сейчас преследовать секту? Нужно я пять минут скажу. А, у меня есть? Есть секты, как ты? Нет, в законодательство нужно, в законодательстве есть как будто отдельная статья. Я эту тему совсем в другом ключе видел. Вот эти вот разговоры, вот этих вот вещах, ну, не знаю, может быть интересно. Нет, просто Борис постарался вычленить, так сказать, главные такие. Все это развернуло на 50-минутную обсуждение. Экзистенциалы, так сказать, это, да, скажем так. Такого явления, как все эти же. Я лично эту тему вижу в таком ключе. Ну, может быть, кто-то и не согласится со мной, но я вижу все в историческом ключе. Христос сказал, что после Него придут те, кто Его мысли практически извратит. Ну, какими-то словами это сказал, правильно? За мной придут многие, кто был, и так далее. Ну, действительно, за Ним уже сразу же практически пришли те люди, которые начали эти вещи в своем ключе. Вот мы сегодня сидим, и в некотором роде каждый по-своему что-то видит, понимаете? Так и в те времена. Там пошли секты Адамитов, секты Николаитов, там пошла Арианская церковь, Арий выдвинул свои мысли, значит, которую потом задушила вот эти вот те христиане, которые, епископы, которые считали себя более правыми, они задушили Ария. Потом пошли там, во времена, уже начало этих соборов пошли там монофизиты, грегорианцы, там и эти, нестариане, они по-своему видели там сущность Христа, там кто-то видел человеком и Богом, кто-то видел только человеком, кто-то видел только Богом, как грегорианская церковь армянская. Понимаете? Вот эти вот вещи все пошли. почему и понадобилось всем собраться епископам, как Борис правильно сказал, там действительно были люди определенного высокого дара, духовного дара. И эти люди не кончались никогда, они и сегодня есть, и всегда были, и в те времена были. Их смогли собрать в качестве Вселенских соборов, они очень долго бились, семь Вселенских соборов, соборов шло не одно столетие, они между собой бились, 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 и в результате Божьим каким-то промыслом они приходили к единому умению, утверждали какой-то догмат, 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 и в конце концов после седьмого Вселенского собора вот этот символ веры, он установился, и суть сегодняшней русской православной церкви, она эти догматы хранит. Ну, это понятно. Я еще коснулся уже темы манихеев, это была совершенно отдельно интересная вещь, когда возникла философия, которая переворачивала практически все мировоззрение человечества наизнанку, то есть они практически поставили сатану как более высокую просветленную часть, а Бог это тот, кто гнал и так далее. Получилось что? Получилось то, что жизнь это зло, а смерть это добро, понимаете? И вот эта манихейская церковь, подождите, она свои вот эти вот все посылы, она через века передала через многие религии, в том числе и через ислам, в том числе и через христианство. К концу первого тысячелетия уже имели вот такие вот проманихейские секты, как Богу-Милы, Павилькиане, Катары, Альбегойцы в начале нашего тысячелетия, Альбегойские войны, когда их начали душить христианская церковь, было уничтожено пол Европы, потому что это было схлестывание таких сил, понимаете? Что, ну, одни говорят, что жизнь это зло, а другие говорят, извините, Христос не тому учил. И вот эти вот все сектантские напевы, они перешли через века, они и сегодня вот это вот идут, они чувствуются в сектах. Вот эти вот 130 или 150 протестантских сект, они называют себя протестантскими церквами, они в себя впитали вот эти вот тысячелетние установки. А некоторые, якобы, протестантские секты, они даже христианство в себе уже не несут. Та же секта Иеговы, свидетели, они имя Христа ненавидят, понимаете? Они говорят хоть что, только не произносят его имя, они там как, ну понятно как кто. И они имеют очень сильное воздействие на людей. Они их к себе привлекают и получается вот такая вот мерзость. А мерзость получается, я закончу, мне три минутки еще и потом, значит, а мерзость получается такая. Сегодня на Украине практически православия нет, его выдавили раскольники, протестанты, сектанты, значит, и хоть кто, но православие уничтожается. Хотя православие зарождалось именно в Киеве. Русское православие, понимаете, очаг русского православия, оттуда все это выдавили сектанты и раскольники. Вот к чему это приводит. И сегодня возьмите Яценюк, это саентолог, значит, господин, кто там еще у них, Турчинов, баптист, значит, пастор баптистской церкви, значит, Кличко и Порошенко поют псалмы, эти харизматы собираются на площади и поют Аллилую. Какой-то кошмар. И это, Киев, очаг русского православия. Мать городов русский, это матка русской цивилизации. Вот в чем страх. Я просто хотел вот эту вещь рассмотреть. Государство сегодня ищет усиленно, мучительно вот такие вот моменты, на основе которых оно может создавать какое-то хоть общество, способное к какой-то цивилизационной деятельности. Идеология единая нужна. Потому что многие государства это потеряли вокруг, мы сегодня видим, но наше действительно ищет, пытается найти. Ну, дай Бог это самое найти. Я о чем хочу сказать. В чем сила традиционных религий, мы уже немножко об этом говорили, что традиционные религии, на них основаны менталитет народов, наций, которые уже исторически себя выверили, которые прошли исторически определенный путь, и они имеют традиционные какие-то мировоззрения. Секты образуются постоянно, они образуются с помощью каких-то новых введений, впрысков, они берут за собой определенных адептов, подчиняют их психологически и называются поэтому деструктивными. Они вносят деструкцию в устоявшиеся общества. И поэтому естественно мы здесь наверное и собрались, чтобы рассмотреть вот эти вещи с такой стороны, которые вносят деструкцию. Илья сказал, что деструктивные секты. Да, почему они деструктивные? Потому что они вносят деструкцию. И вот даже применительно к любой нашей вещи, даже применительно к нашей жизни, посмотрите, сколько сект у нас в Новосибирске. Они просто на каждом шагу кого-нибудь. Каждый знает сектанта. Бабушки, свидетели на Красном проспекте мормоны какие-то мормоны сегодня выкупили огромный кусок земли и будут строить церковь мормонов, которые мы в Новосибирск отличиться. Они уже выкупили эту землю. Понимаете? И вот когда у нас будут по городу ходить улыбающиеся ребята с предложением выучить английский язык, понимаете? Я хочу сказать о том насколько государственные структуры все-таки должны обращать внимание на то что они хотят построить. Они хотят подчинить нас тем силам которые уничтожают со стороны Украины и так далее и так далее или они хотят построить что-то свое. Вот о чем речь. Вот. Нужно если плохо нужно говорить что секта это ОПГ. Организованная преступная группировка специфическая да очень специфическая но ОПГ. А если вот если брать там википедию ну какую-нибудь и брать а вот а если рассматривать секту как сферического коня вакууме то это действительно неплохое нехорошее и будут люди ходить улыбаться я просто тебе говорю бросить еще раз говорю если берешь то же самое википедии ты смотришь что это такое ты начинаешь понимать что это структурный социум держится на какие-то крупы тогда начинаешь глубже копать когда ты расстаешь слово секта каждому секта раздаешь не задумываясь над этим тогда ты начинаешь терять то многообразие которое потом развивать будет данное оно разорвется все равно я понимаю да на нужный второй момент когда секты мы если мы секты действительно изучаем и понимаем чем они занимаемся и можем допределить и сказать что ребята вот эта секта занимается тем-то тем-то чем она чревато для вас тем-то 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 вообще вы думаете куда вы идете допустим а второй момент если мы берем какую-то крупную уже секту набравшую огромный экономический вес социальные связи колоссальные как вот бруклинская секта яговистов она допустим в юности подчеркну если сахаржеков там было немного там казашов то яговисты заполнили все пространство ДК Юност а это дворец культуры молодежи подчеркиваю их никто не остановил у нас все дворцы культуры молодежи кстати по городу окучиваются сектам начиная с руководства молодежкой города поэтому у нас все руководители были сектанты сначала или связаны с сектантами поэтому у нас все дворцы культуры были отданы всем возможным любым формам образования но мы о чем говорим там не разбирали кто с ним ближе бы чтобы деньги платили к сожалению наступил момент когда городу перестали платить деньги даже за эти залы это как рисунки у нас дворец культура маяк помните краеугольный камень собирался здесь мы столкнулись 8 мая праздник там ветераны нам культурно пошли вон время наше как ветеран все чай пили у нас в воскресенье нет это наше время мы его откупили договор за 50 рублей в час снимается весь дворец 15 тысяч рублей секретарь да мы 50 рублей в час а я это видел рассказываю провести собрание тысячи рублей в час кого угодно им все всем понятно мэрия сдала мэрия мэрия убедить Продолжение следует...